МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Какую женщину мужчины хотят видеть рядом? Какой должна быть идеальная жена? У каждого, кто не окольцован, на этот счёт своё мнение. Моя коллега Оксана Кочура провела полноценное расследование. Она встретилась с разными мужчинами и в баре, и в бассейне, и даже в постели. И пыталась ответить на вопросы, какие они современные холостяки, и зачем им вообще жениться? Будущая жена Андрея Дунаева должна быть не просто хорошей, а самой лучшей, на меньшее он не согласен. Она должна быть порядочная, не ругаться матом, не курить, не пить, быть верной и так далее. Это все так говорят, но таких просто нет. Семейный, так сказать, райдер Евгения Балабанова куда скромнее. Главное, чтоб не курила. Когда от девушки пахнет сигаретами, для меня это сразу крест. Табу, крест. Ну как бы я не переношу запаха сигарет, а тем более от девушки. А вот будущая жена Владимира Мельника, скорее всего, будет пахнуть бензином. Девушка, как минимум, должна уметь разобрать и собрать двигатель моей машины. А начать можно, шутит, с его велосипеда. Месяц назад Владимир Мельник, победитель Лиги чемпионов, стал игроком краснодарского волейбольного «Динамо». Каждый день он приезжает на тренировочную базу. Квартиру снял по соседству, поэтому дорога на велосипеде занимает всего 10 минут. Быстро переоделся и на тренировку. Мужской волейбольный сезон стартует уже в октябре. Тёмыч, давай, давай, давай! Не позорит, главное имя! Он подписал контракт на два сезона. Надеется, что это будет время побед, как на поле, так и на личном тронте. Там игрок волейбольного «Динамо» никогда не играет. Никого не динамит. Немножко научился разбираться в людях. И стараюсь общаться только с искренними людьми, с честными. Его самые долгие отношения с девушкой продлились месяц. Остальные надоедали ему ещё раньше. Ну, девушка не должна надоедать вообще никогда. То есть, ты должна быть такая девушка, которая хочет себе постоянно возвращаться. Сейчас Владимир занимается обустройством своей холостяцкой берлоги. Нас туда приглашать не стал. В квартире даже сидеть пока негде. Мы решили составить ему компанию в мебельном салоне. И первым делом отправились выбирать кухню. Судя по всему, будущая супруга Владимира до лодной не останется. Ну, яйца свалить в конце концов, да? Определившись с кухонной мебелью, Владимир решил выбрать стол, чтобы все игроки команды могли поместиться за ним. Они часто видятся и после тренировок. Общаемся с девушками, то есть, знакомимся иногда с красивой, ну, хорошей девушкой. Мы видим, что там хорошая компания. То есть, почему бы нет пообщаться, посидеть, вот кино посмотреть. Ну, да, ну, а там как пойдет. Чтобы все пошло как надо, переходим в отдел спален. Владимир сразу же влюбился в эту кровать. Очень красивая кровать. Мне кажется, она и нагрузку хорошую выдержит, да? Не попробуешь, не узнаешь. Матрас ему не понравился. Он любит пожестче. А вот кровать в самый раз. И оказавшись в постели, Владимир разоткровенничался. При знакомстве с девушкой нужно быть, как бы, немножко психологом. Частенько делают вид, что не хотят знакомиться. Ну, а потом, как бы, не выгонят. Только вот одному в такой большой кровати будет одиноко. И он надеется, что совсем скоро он встретит ту, с которой разделят супружеское ложе. Мне кажется, она должна быть нереальной. Как будто во сне. Евгений Балабанов никогда не мечтал о спортивных победах. Он и на физкультуру-то в школе редко ходил. А теперь из тренажерного зала не вытащишь. Занимаешься, выкладываешься, и у тебя как-то становятся мысли на местах. Теперь у него все на своем месте. И мысли, и мышцы. А заодно и от вредных привычек избавился. Я употребляю с друзьями, да? Но, как бы, вот такие уже, что бы, э-э-э, как бы, отпало. Месяц назад он расстался со своей девушкой. Вместе они были год. Какого-то идеала женской красоты у него нет. Ну, разве что брюнетке нравятся. Впрочем, у блондинок тоже есть шансы. Там пообщался пять минут, а тебя зацепило настолько, что ты понимаешь, что тебе этот человек приятен. Тебе хочется его видеть, хочется с ним общаться. Главное – это найти своего человека, считает Евгений. Чтобы, когда ты рядом с ним, в душе звучала музыка. Очень важно, чтобы у человека, который был рядом, был хороший музыкальный вкус. Один из самых известных краснодарских звукорежиссеров пишет заставки для радио, озвучивает рекламу, записывает песни. Недавно вот студию свою построил, там мы и встретились. Большую часть времени Евгений проводит на работе, за пультом. Иногда выбирается на репетиции, у него своя музыкальная группа. В городе снова весна, в городе снова любовь, только я опять без тебя скучаю. Только сейчас, ближе к 30-ти, он понял, что готов жениться. Правда, склонять к браку его начали гораздо раньше, лет с 20-ти. Ничего из этого молодого брака бы не вышло. Мне кажется, он таким более зрелыми мозгами туда вступает. Он не считает, что нужно обязательно регистрировать свои отношения. Брак давно устарел и никому не гарантирует счастье. Самое важное – это отношения людей друг к другу. Самое важное – это эмоции, чувства. А вся вот эта мишура в виде свадеб, колец, росписей, загсов радостных, наверное, родственников. Мне кажется, это все уже бред. В отношениях, особенно между мужчиной и женщиной, очень важна терпимость. Переделать никого невозможно. А ты сам способен принять человека таким, как он есть? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Он надеется, что скоро встретит ту, ради которой захочет стараться. Главное, говорит, чтоб не скандалистка была. Для меня Андрей Дунаев сделал исключение. Мы познакомились с ним в баре. Сейчас здесь пусто, а вечером будет не пробиться. Это заведение – одно из немногих, куда ходит Андрей. И то только потому, что это его бар. Девушка, в кафе не водишь? Нет. Категорически нет. Ну, не категорически нет. Если она захочет, я это, конечно, поведу, но я не ловлю от этого никакого удовольствия. Ловить от жизни кайф ему крайне важно. А для этого нужно никогда не останавливаться. Говорит, многие удивляются, откуда у меня столько энергии. В прошлом году открыл Центр современного искусства «Ангар». Андрей Дунаев хорошо известен и в творческой среде, как фотограф, и в интернет-кругах. Один проект сменяет другой, и все потому, что ему все интересно. Жила должна меня понимать во всем. Я разбираюсь во всем практически. Может, в ядерной физике я не совсем разбираюсь, но хотя я полностью понимаю, что там, как работает и так далее. Он сделал достаточно свадебных фотографий, чтобы не хотеть всей этой организованной радости. Да и вообще, вступление в брак – это праздник для двоих, считает он. Я хочу свою свадьбу, взять свою жену, уехать куда-нибудь на Мальдивы, там сделать свадьбу, там провести медовый месяц, и все. Пока Андрей не уехал на Мальдивы, мы решили напроситься к нему в гости. Ну и сразу же отправились на кухню. Судя по тому, с каким интересом хозяин изучал содержимое холодильника, заглядывает он туда нечасто. Однако выразил желание угостить нас чем-нибудь вкусным. Он умеет и любит готовить, так что вполне способен себя накормить. Постирать, убирать тоже особо сильно не надо, потому что убирает обычно домработница. В общем, будущая жена Андрея в бытовухе не погрязнет. Женщине доверить можно, я не знаю, ничего. Ну, мужчину доверить можно, и то как бы с большой опаской. Тесто готово, можно жарить блины. Вот только перевернуть его на чугунной сковородке изящно не получается. Наскрат обедов, так что мы даже не успели это снять, Андрей торопится во двор. Дом он проведет всего пару часов, впереди много дел и встреч, поэтому быстро кормит домашнюю живность и косят отросший дозон. После, в самую жару, решает немного освежиться. Он работает и отдыхает тоже быстро, правда, очень редко. Отдых в его случае – это устал, сел, отдохнул и дальше побежал. Я люблю сноуборд. Последний раз был года два, наверное, потому что времени нет. Зато женщине, которая будет со мной рядом, уверен Андрей, скучно не будет никогда. Главное, чтобы она не умерла. А что, передозировки от пива. Ну, в общем, ты поняла, я думаю. Это были всего лишь три холостяка. Уверенные в себе, самостоятельные, довольные жизнью, но и готовые, если захотят эту жизнь с кем-нибудь разделить. Скептики и романтики. Кто-то из них уже не верит в брачные узы, но все они по-прежнему верят в чувства. Макс Накочур, Денис Акулов, Владимир Брагин. Такая жизнь. Сегодня мы рассказали о трех холостяках. Дальше больше. Такая жизнь продолжит вас знакомить с самыми завидными холостяками Кубани. Если вы себя считаете таким, звоните к нам в редакцию по телефону 254-22-33. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Вабанк» в Краснодаре каждую субботу. Это была «Такая жизнь». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова